Всем привет-привет! И сегодня хочу вам показать вот такой вот рецепт белкового крема. Крем получается очень нежный, воздушный. Надеюсь, он вам понравится. Для белкового крема нам понадобится 3 белка весом 100 грамм у меня. Ваша посуда должна быть чистой, обезжиренной, также и венчик, чтобы не было ни в коем случае никак при жире, иначе крем может не получиться. Также 90 грамм воды, 270 грамм сахара и еще 1-2 чайной ложки соли, 1-2 чайной ложки лимонной кислоты. Выливаем воду в наш сотейник. Делаем это аккуратно, чтобы сахар не рассыпался по краям нашего сотейника. И также еще один момент. Воды нужно ровно столько, чтобы она покрыла поверхность сахара. Ставим наш сироп на плиту и теперь надо его разогреть до 120-125 градусов. Если у вас градусника под рукой нет, то можете ориентироваться на пузырьки. Они должны лениво пузыриться в вашем сотейнике. Также можно ориентироваться на шарик. Для этого берем стакан с холодной водой, капаем немного сиропа, достаем карамельку и пытаемся скатать ее в шарик. Если получилось, значит ваш сироп готов. Как только сироп достиг нужной температуры, добавляем лимонную кислоту, хорошо перемешиваем и тонкой струйкой начинаем выливать в наши белки. И вот тут наступает самый ответственный момент. Ни в коем случае не льем быстро наш сироп. Струйку делаем как можно тоньше. Выливаем небольшими порциями, для того, чтобы наш крем был плотный, чтобы он хорошо держал форму и с ним было легко и удобно работать. После того, как вылили весь в сироп, даем миксеру взбить наш крем еще буквально в течение одной минуты. Не ждем, когда чаша миксера станет холодной, потому что тогда с кремом будет работать намного сложнее. Взбили минуту и выключаем. Вот такой воздушный, плотный, устойчивый крем у вас получится. С ним работать одно удовольствие. Он мягкий, он нежный, он плотный. Ну, короче, попробуйте, пожалуйста, сделать крем именно по этому рецепту. Учитывая все те моменты, которые я вам говорила, и вы не пожалеете. Делать цветы из такого крема одно удовольствие. Данный тортик украшен именно цветами из данного крема. Очень надеюсь, что данный рецепт вам понравился. И поэтому вы поставите мне свои лайки. Также, конечно же, буду ждать ваши комментарии, будете ли делать такой крем или нет. Возможно, вы уже его делали. Тогда напишите, пожалуйста, понравился он вам или нет в работе. Ну, и, конечно же, если вы были с нами впервые, значит, обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не упустить новых видео. Всем пока-пока!